Автомобильные дороги Лазовского округа, практически полностью смытые во время тайфуна Хинамнор в сентябре прошлого года, продолжают восстанавливать. Основные работы сейчас ведутся с 40 по 47 километры дороги Лазозаповедной. Как рассказали в Примавтодоре, филиал Лазовский выполняет работы в рамках контракта по содержанию дорог. Где в прошлом году у нас было разрушено земляное полотно, полностью дорога была осмыта, был восстановлен проезд по первому этапу, восстановлена связь с населенными пунктами. Но опять же, после прохождения зимнего и весеннего периодов, дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Планировалось, что будут выделены деньги из федерального бюджета на строительство, по сути, новой дороги. Но так как финансированием произошли небольшие задержки, и губернатору нашего края Олегу Николаевичу Кожемякову пришлось лично попросить президента, чтобы эти деньги были выделены. Ну, пока пройдут эти все процедуры по доведению этих денег, Министерством транспорта, правительством Приморского края принято решение, чтобы вот эти участки, которые ремонтные, их восстановить в рамках контракта на содержание. Чем мы сейчас и занимаемся. Это 40-й, 47-й километры. К работам на основном участке привлечено 4 самосвала, грейдер, каток и экскаватор. Также восстановление дорожного полотна выполняется еще на 4-х участках дорог Лозовского округа. Дальше непосредственно работает грейдер новый, который запустили в работу. Он идет с Лозо-Заповедное. Сейчас он проходит у нас участок работы с Кишиневки до Бенюскова. Второй грейдер у нас мы запустили в работу, идет с Киевки на Преображение. Занимается, как говорили, профильдировкой дорожи. Непосредственно на звено у нас находится еще находка у Лозо-Ольга Кавалерова. Это 110-й километр, 110-й в 13-й. Там мы непосредственно работаем, поднимаем также дорожные, работаем подорожные одежды. И доводим дорогу до этот участок 3 километра до нормативного содержания. Дорога непосредственно с Сокольчей, Валентин, Газковка. Там работает у нас тоже новый грейдер. Работает, также занимается грейдеровкой. Отметим, что восстановить комфортный проезд для всех видов транспорта на дороге Лозо-Заповедной дорожники планируют к концу следующей недели. Затем начнутся работы по подготовке участка к следующему этапу аварийно-восстановительных работ.